В Ивановской области проходит текстильно-промышленный форум «Золотое кольцо». По оценке губернатора, это главное экономическое событие года. По традиции, на набережной Плеса расположилась выставка продукции, которую выпускают предприятия нашей области. Отдельное место занял стенд индустриального парка «Родники». Ассортимент товаров весьма широк – от туалетной бумаги до спецодежды. Может быть, благодаря и этому форуму, участвуем мы здесь уже не один год, приобретаем все новых и новых резидентов индустриального парка. То есть сейчас у нас уже 27 производственных предприятий, а все вместе 52 резидента. В прошлом году основной темой обсуждения стала проблема сырья для текстильных предприятий. Говорили о том, что необходимо переходить на синтетические волокна. Год не прошел впустую. В регионе началась работа по созданию завода синтетических волокон. У нас достигнуты все договоренности и с Внешэкономбанком, и с одним из частных инвесторов, которые берутся, реализовывают данный проект. Правительство региона сегодня выделило первые средства на создание проектно-сметной документации. Еще один важный проект – строительство завода по производству технических тканей для пошива спецодежды. Строительство стартовало неделю назад. Открыть фабрику планируется к концу 2015 года. К этому же времени предполагается запустить комбинат синтетического волокна, который станет поставщиком сырья для производства спецодежды. Но это не означает, что жители области останутся без натуральных тканей. Есть ошибочное мнение порой, что мы пытаемся перевести текстиль на синтетику и забывать о нашем главном бренде – домашнем текстиле, который, конечно, делается из натуральных тканей. Мы планируем по-прежнему поддерживать вот эту часть легкой промышленности. Это действительно наш бренд и куда же мы без постельного белья, что называется. Это будет продолжаться активно, очень развиваться. Вот эта часть, эта составляющая текстильной промышленности. Текстильно-промышленный форум «Золотое кольцо» давно вышел за пределы страны. В Ивановскую область приезжают зарубежные специалисты, чтобы наладить экономические связи. На этот раз в плес прибыл представитель из Казахстана. Одним из ключевых направлений взаимодействия между Казахстаном и Россией является торгово-экономическое сотрудничество. И в этом контексте хотел бы подчеркнуть, что Россия – наш основной торгово-экономический партнер. На ее долю приходится 17% внешнеторгового оборота Казахстана. Ее удельный вес в общем объеме товарооборота Казахстана по итогам прошлого года составил около 20%. В рамках международного форума состоялись гайдаровские чтения. Главная их тема – промышленная политика в России на современном этапе. Они, по своей сути, стали центральным событием форума. А главным гостем – Денис Матуров, министр промышленности и торговли. Он приехал, чтобы выслушать мнение представителей бизнес-сообщества. Вы не ждите никаких гениальных решений со стороны федерального центра, поскольку у меня-то весьма корыстные цели приезда сюда – послушать от вас и напитаться теми идеями, которые есть у вас, чтобы их потом постараться оттехничить. Особенно волнуют бизнесмена в положении индустриальных парков в стране. Далеко не у всех закреплен юридический статус. Кроме того, уровень применяемых технологий за рубежом на порядок выше, чем в России. Задача власти – сделать все возможное для инновационного развития промышленности.